Всем привет, дорогие мои друзья и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Хасл Касл. Так, ребятушки, ну что, выходные прошли довольно хорошо, удачно, если это можно так назвать, конечно. В общем, суть такова, что я на этих выходных фармил портал, да, фармил портал. Потратил я, ребята, абсолютно все яблоки, которые у меня были. И, мало того, что все, что у меня были, плюс я еще покупал за гемы. В общем, одним словом, сколько у меня сейчас в данный момент? 211 тысяч темных душ. Как вы знаете, у нас разыгрывается, ребята, в магазине оружие легендарное. И вот я сижу и думаю, что же мне сделать. Либо разыграть 4 вида оружия легендарных, либо взять кристаллы. Ну, я скажу одно, что на кристаллах мне невыгодно получается, сами посудите, ребят. У нас один темный кристалл. Сколько он стоит? Не темный кристалл, а фиолетовый. 7 тысяч, да? 7 с половиной даже, скажем так. Так, смотрите. Берем элементарный расчет, да? Чтобы сделать шмотку, нам нужно 10. 10 кристаллов. То есть, получается... 74 тысячи. 74 тысячи это, чтобы сделать любую шмотку, которую я захочу. Ну, если сейчас только оружие, да? Вот здесь я могу получить. То за кристаллы, естественно, я могу согласить себе. Броню, кольца, ну, все, что захочу. Но 74, да считай 75. Округлим уже. 75 тысяч. Душ отдаю. Это, считай, грубо говоря, 80. Я могу взять здесь за 98 два оружия. За 98 тысяч. Ну, даже тоже округлим здесь 50. За 100 тысяч. То есть, я считаю, что выгоднее, наверное, все-таки брать легендарное оружие. Но, опять же говорю, рандом. Ребят, ничего не поделаешь. Вы прекрасно знаете, что я хочу себе отсюда выбить. Кинжалы. Ну, что же. Наверное, наверное, будем приступать. Поехали. Первая партия понеслась. Ух. И нам достается легендарное оружие. Как видите, это у нас секира. Называется темная сторона. С таким вот уроном. 6 740. Плюс у ворот. При атаке есть шанс 40% нанести 165% урона от оружия по области. По области даже. Вот так вот. И также второе. Это при атаке есть шанс 30% снизить броню противника на 70%. 10 секунд. Ну, что, в принципе, в принципе, ребята, неплохо. Скорость атаки очень медленная. Очень медленная. Блин, ну, что ж поделаешь. Смотрим, ребята, тогда следующее. Погнали. Фух. Была, не была. И? Да неужели. Неужели, ребята, мне достаются кинжалы? Я давно мечтал себе получить кинжалы. И уровень подходящий. 99-й. Да, не 100-й, но все-таки. И смотрим, ребята. У нас 6136 урона в секунду с критом, с уворотом. При атаке есть шанс 13% нанести врагу 110% урона от оружия в течение 5 секунд. И также есть шанс 32% увеличить свой урон на 65%. 10 секунд. Это офигенно, ребята. Это, я считаю, очень круто. И причем скорость атаки быстрая. Не очень быстрая, но быстрая. Отлично. Вот второй мне вообще понравился, ребята. Вот кинжалы, это топчик, топчик. Ну что, поехали за третьим. Дайте посох еще, пожалуйста. Посох, пожалуйста. Ну? Ну что зависло-то, е-мое? Что, специально, что ли? Ребят, серьезно говорю, игра зависла. А, нет, вот. Да ну нафиг. Да ну какой арбалет. Какой арбалет сейчас может быть, а? Ну ядрен батон, ну. Ой, вот об этом я мечтал, конечно, вообще. В последней очереди. А барбалетти. Короче, скорость еще и медленная, блин. Крит и уворот. Крит и уворот. При атаке есть шанс 31% нанести врагу, 150 урона. Кстати, надо будет сравнить со своим луком. По-моему, у меня лук-то послабее будет. Или же... Ну что, ребят? Последнее оружие, которое мы с вами сможем сейчас открыть. И посох. Давай посох, посох, посох. Требую. Да ладно, ну это уже издевательство. Это уже, ребят, это уже издевательство. Второй чертов арбалет выпадает мне, а? Ой, где же ты у меня лукарь? Иди сюда. Давай посмотрим, что у тебя там. 98, блин. Ну ладно. Давай. Слушай, а зачем вообще мне арбалет? Если я собираюсь из нее сделать ассасинку. Твою дивизию. Мне вообще получается, луки эти нафиг не нужны. Нет, ну конечно могу сделать себе одного воина ассасина и лучника оставить. Ну давай посмотрим, что у него там по лукам-то получается. Какой тут по культиве-то будет. Так, 6000 урона тут. Во, вот это вот. Да, он еще и на соточку как раз идет. Смотрим. Тут идет на крит. Это хорошо, ребята. Тут на ворот, а тут на крит. При атаке есть шанс 32 на 140 урона. 32% на 140 урона. И также есть шанс увеличить свой крит на 50%. Ну это вообще какой-то убер просто-напросто. Не урон, а именно крит. Это я считаю классно. Ну, давай наденем. Пипец, блин. Ребят, смотрите, я надел... Я надел этот арб... Вот если сравнить... А, ну да. Да, тут же камни. Камни. Я думаю, нифига себе. Надел и мощь сразу же что-то упала. На тысяченку сразу же. Потому что там камней нет, ребята. Вот и все. Так, 6500, да? А у нас кинжалы сколько? 6136. Ну-ка. Оп. Ну да. Слушайте, ну кинжалы это, конечно, убер. Убер. Ну, ребят, знаете, в чем проблема? Я хотел арбалечка, говорю, оставить. У меня нету брони легендарной легкой, понимаете? Нету легкой брони, чтобы я смог и лучника себе, как говорится, оставить. И этого. Вот придется мне, скорее всего, ребят. Я даже не знаю, что мне придется делать. Придется крафтить мне где-то рясу. Вот. Я так мечтал о кинжалах, получил и теперь в растерянности просто. Кого лучше мне оставить, кинжальщика или лучника? По идее, я без лучника раньше играл и довольно неплохо. Но два арбалета у меня просто вот так вот лежат. И я, знаете, мне просто жалко, что они будут просто не задействованы даже. Я не знаю. Это, извините меня, целый выходной фармить. Это практически, я не знаю, сколько по часам. Очень долго, ребята. Так, ну давай посмотрим теперь по топорам, по оружию. Понятно. Тут у меня и так топчик. Ну а с этим? Ну а с этим, да, с этим можно, ребята. Но здесь опять же, здесь у нас идет меч на крит и на ворот. Причем скорость атаки обычная, а у этого очень медленная. Поэтому я думаю, что невыгодно ставить мне вот этот топор. Вообще невыгодно, потому что он, ребят, даже по вороту слабее, чем у меня этот. Не-не-не. Хоть он на 6740 урона в секунду наносит. Но извините, я этим в два раза быстрее. У него обычная, не медленная, а обычная. А у этого очень медленная. Так что, ребятушки, уж пардон, что там, кто-то ко мне опять пришел. Каспер навестил меня. Так что, ребята, из всего, что я сегодня выбил, меня порадовало только, только кинжалы. Вот честно скажу, только кинжалы мне нужны. Ну, раз выпали арбалеты. Ну, что я могу сделать, ребят? Ну, вот так вот выпало. Так, ладно. Нам остается только одно протестить, как у меня будет мой кинжальчик тут. Арбайтен. А, давайте, кстати, еще посмотрим, что у нас тут из этих-то выпадет. Это, ребята, все с портала. Сундуки порталовские. Поехали. На разборку. На разборку становись. Так, давай следующий. Блин, да не этот ядрен батон. Вот этот давай мне открывай. Открывает мне какую-то лажу. Так, что это такое у нас? Скипетр. Тайное могущество. На 37 уровень. На разборку, ребят, его. Поехали дальше. Так, здесь у нас что? Колечко зеленое. Почему синевухи не дают, а, ребят? Что это за саботаж такой? Где синевуха? Я требую синьку. Ну да, конечно. Одну зелень, ребята, подсовывают. Одну зелень. Вот хитрозадый, а. Да ты посмотри, ну серьезно, что за дела-то? Эй, я так не играю. Давай синюху. Синюху, синюху. Это заговор. Угу. По-другому не назвать. Если сейчас из этих выпадет зелень, она выпадает. ЕПРСТ. Ну, последний сундук. Не дай бог взяли. Слушай, ребят, ну это, это свистец. Свистец полнейший, потому что ни одной синей шмотки со скольки? С восьми, почти с десяти сундуков, ни одной синий. А, не, подожди, подожди. Вот еще, еще. Фу. Подожди, ребята, смотрим дальше. Ну, это другой разговор уже. На восемь второго уровня. Разбираем. Так. Погнали дальше. Ну-ка, ся. О, пошла синенька. Девяносто третий уровень. Ну, все равно, ребят, мало. Ну, что тут? Как-то... Так, здесь тоже синева. Падает синевуха, ребята. С последних четырех сундуков выпадает синька. А до этого одна зелень выпадала. Новый житель на три звезды. Зачем он мне, ребят? Мне он ни к чему. Придется его просто-напросто отправить погулять. Иди. Иди отсюда. Так. Отправить во владение. Да, я хочу его отправить во владение. Пускай он идет, гуляет. Дышит воздухом. Он мне здесь не нужен. Так, смотрим, ребята, что у нас из этого выпадет. Ну, ничего хорошего из него никогда мне в жизни не выпадало. Вообще. Ну, видите, как обычно. Сегодня я, кстати, вот этот вот сундук тоже открывал. Из него тоже ничего не выпало. То есть... Ребята вот мне пишут, а мне выпало. Мне выпало. Я спрашиваю, какой у тебя уровень? 22-й, 25-й. Короче, до 30-го уровня им выпадают Леги. Выше 30-го уровня я что-то пока не слышал. Не, ну, может быть, на 30-м. А вот кто бы мне сказал, что у меня на 100-м выпало, вот я бы тогда бы удивился бы. Хотя, может быть, есть такие ребята, у которых выпадали из этого сундука на 100-м уровне Лега. Ну что, мы с вами будем сейчас тестить... А зачем мне тогда три война? Твою маковку. Ну что ж делать-то? Три война? Три война. Блин, вот почему-то ни одного посоха, ребята, не выпало. Вы представляете? У меня два мага без посохов легендарных. И хрен тебе. Вот выпадает выпадает нам этот два арбалета. Два. Ну ладно, один. Ну фиг с ним. Еще, простительно. Ну два арбалета. Ну куда мне их солить? Не знаю, ребята, что тут делать теперь. Все, я разозлился. Я, короче, пошел на вторжение. Сейчас будем выстреблять этих урков одного за другим. Блин. Твою маковку. Надо будет теперь, ребята, естественно, мне это. Что это за детский лепет? Надо будет теперь затачивать. Нужны камни, ребята, и все дела. Поэтому долгий-долгий это будет процесс. Тем более, нужно камни еще получить. Пыль. Ой. Не все так просто, как хотелось бы. Слушайте, а вы мне, кстати, напишите вот свое личное мнение, свое личное мнение. Что лучше? Кинжальщик арбалетчик или же чтобы в компании был и кинжальщик и арбалетчик? Ну вот, явно здесь не должно быть здесь три воина. Ну не должно, мне кажется, быть. Это перебор просто-напросто. Три мага, да, и три воина. Тем более, у меня из магов кто там два рессальщика, да, находятся и один хиллер. Ну вот, на эту всю шайку-лейку. Слишком как-то жирно. Что-то я не могу понять, что-то мне кажется, что она как-то медленновато бьет. Вам так не показалось? Ну-ка, давай-ка еще разок посмотрим. Что-то она вроде бы как бьет, 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 но как-то так вот что такое? Да ладно. В моем отряде они полностью восстановились. Ну-ка посмотрим вот даже вот так вот по-медленному. Так, ну нет, вроде бы бомбит, бомбит быстро. А что-то мне так показалось изначально, что тормозит. Нет, чикает. Чикает и довольно неплохо, ребята. Так, двигаемся дальше. Кстати, у меня же там, по-моему, сколько-то осталось, да? Мы можем что-то докупить? Темных душ у меня 11 тысяч, ребят. 11 тысяч. Я могу себе взять что? Один кристалл фиолетовый вот этот вот. Да и в принципе все. Ну, 38 тысяч я вряд ли набью. Я просто не успею. Да и элементарно, ребята, мне не хватит яблок, поэтому есть смысл брать вот этот вот кристалл. Ну и на остатки возьмем вот так вот. Единственное, что могу сказать, ребята, что все это дело было долгим. Все яблоки, что у меня были, я потратил. Я думал, у меня их дофига, думаю, ох, нет. Улетели, даже оглянуться не успел, как я растронживлю, мне пришлось даже кристаллы свои вот эти вот трать накопленные, чтобы докупать яблоки и дальше продолжать фармить. То есть следующий фарм у меня портал, а будет хрен знает когда, когда я накоплю 2000 себе этих кристаллов. А когда я накоплю, это одному богу известно. Я вот 138, это долго, долго придется все это делать. Так у нас что? Ну, как обычно, по-старому. Синевуху разбирать, точнее, синевуху собирать, кристаллы синие, крафтить, точнее, синие кристаллы разбивать, крафтить шмот фиолетовый, эпический, эпический опять разбирать, ну и так далее, ребят. до легендарных осколков, блин. И все. Больше я пока не вижу никакого варианта. Как еще, как еще можно, блин, заработать на эти кристаллы? Так, давай бомбанем. Отлично. Так. Ну, тут осталось, ребят, немножко. Сейчас потерпите уж маленько. А что терпеть? В принципе, самое интересное уже, наверное, прошло, можно так сказать. Что-то у меня такой вот осадок вот насчет вот этих вот двух арбалетов, я прям не могу. И топор это тоже не к силу, не к городу. Топор можно смело разбирать, если честно. Его можно просто сразу на осколки бомбить. Только куда эти осколки девать? Ума не приложу. Давай-давай-давай-давай-давай уничтожаем этих олухов всех. В портале, ребята, я буквально не прошел сколько там мне не хватило. По-моему, двух или трех миссий, чтобы до 80-го пройти. Сейчас можно даже глянуть специально вот посмотреть. Остановился я на 78-м. Да, на 78-м, ребята, уровни остановился. То есть три уровня мне не хватило. Ну, три уровня не хватает, чтобы пройти вообще полностью вот эту фигню. Ну, я не знаю. В ближайшее время, по-моему, не светит мне пройти портал. Тем более, с моим везением именно в этой игре, как вы видите, ничего цивильного не упало. Ну, окромя кинжалов. Вот. Можно было бы ага, хотел сказать, можно было бы подержать немножко эти кристаллы и купить потом типа этот броню или еще что-нибудь. Они же исчезают у нас. Да. Так, ну что, здесь мы все собрали, это собрали, у нас осталась арена. Слушай, а давай посмотрим, как мы будем на олене, чувствовать себя. в таком составе. Да, я думаю, хреново. Так. Народу пока нету, давай сбегаем быстренько еще сюда. Разместить лучших. Да, кстати, у меня же, ребят, я совсем забыл, у меня же вот здесь еще два воина стоят, непрекаянных. может быть, может быть, кому-то здесь так, у тебя как? Скорость обычная. А у второго? А второго у нас вообще якобы подмага заделался, да? Так, наденем. Слушайте, можно как резервными, да, их использовать. Так, ладно, секунду, у нас, ребята, на арене выбор. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, как я в самом, в самом-самом низу, ребят. Плохо? Очень-очень плохо. Давай посмотрим, что у нас получится. Да, какой-то, какой-то кал, ребят, получается, если вот честно сказать. Вообще, это, то есть, это уму непостижимо, вообще. Да, три, три воина, это, это, это звездец. Так, давай мы сейчас, блин, а я же не смогу поменять уже, ё-моё. Да, я не смогу поменять, я хотел, думал, сейчас поставить. Ну, всё. Втюхался, как говорится, да? Так, ладно, что мы можем здесь? так, 6300. Так вот, арбалет ему, оп, надеть. Невзначай, ни кольца, ничего больше нету, абсолютно. Будет с арбалетом в тяже, но с арбалетом, ёлки-палки. Вот ходи, вот и ходи теперь с этим арбалетом, радуйся, блин. Так, а я пошёл дальше продолжать, ребят. Так, фаза вторая началась, только хотел выбрать. Так, ну чё, этого-то хоть победить сможем, нет? А чё смешного, ребят? Выбрал тоже мне состав, блин. Причём, чё-то так её легко и быстро чикают, вы не заметили? Вообще, элементарно чё-то она там. Ну, здесь, ладно, здесь победили, потому что разница была, считай, ощутимая, блин. Так что, это простительно. Так, ладно. У меня бухта самоцветов. А чё бухта? То же самое, ребят. Разместить лучших, подтвердить, в бой, погнали. Магию не взял. Ёппарасота! Да и всё, расстроился из-за этих арбалетов, блин. Да. Ни посоха, ничего, блин, ни сферочки никакой. Два арбалета. Лучше бы вообще ни одного арбалета, лучше бы одни ножи и топоры бы выпадали, чем эти арбалеты. Ну, серьёзно вам говорю. Поехали, давай быстрее. Прошуршали. Так. Я же даже спать что-то захотел, ребят, если честно. Раззевался. Так, ладно, здесь победили. Ну, далеко они, конечно, не уйдём. Третья фаза. Так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так, чик-чик-чик-чик, подщикали. Нет, ассасину, знаете что, его нужно брать с собой, мне кажется, при том условии, что на нём стоит артефакт, который телепортирует за спину. Вот в этом случае, да, он будет очень хорош. Тут он как-то ну, не вписывается вот в этот коллектив абсолютно. С двумя мечниками. Кстати, вот напишите мне ещё, как вы думаете, что лучше, два мечника или мечник-ассасин? Вот, на ваш взгляд, какая вот комба лучше бы, зашла бы? Я знаю, что его надо будет улучшать, он полностью переделывает этого ассасина. Так, у нас с вами шестая фаза, да, уже началась. Сейчас будем падать, ребят. Сейчас будем падать. Вот, видели, вот, вот сейчас, вот это было хорошо. Вот у него стоит артефакт на даже два у него. У него два убийцы было. Так, забрать награду. Ну. Так, зайти. Ну ладно, зайдём. Возьмём. Я, кстати, с этой-то не проворонил выбор соперника-то. Кого? Ну, давай вот этого. Этого тоже должны, по идее, в принципе, разобрать. Так, ну-ка. А может быть, блин, может быть, убрать одного мага, одного воина и поставить двух арбалетчиков? Ну, это глупо. Это глупо, я считаю, наверное. Хотя, кто его знает, глупо, это не глупо. Надо пробовать, экспериментировать. Так, что у нас здесь? Посмотрим. Кто-нибудь ещё остался подвластный мне? Пока не видно ни шиша. Так, что у нас тут? Забрать, конечно же, ёлки-палки. И это тоже заберём. Что у нас в этом сундуке, ребята? Можно найти легендарный, эпический, редкий. Вот я больше, чем уверен, ребята, вот из эпического сундука мне выпадет редкий предмет в размере одной штучки. Как пить дать? Вот, ничего больше не выпадет, как только вот синяя шмотка. Давай-давай, 30 секунд осталось до выбора следующей фазы. Не хочу я что-то, ребята, второй раз идти в самоцветы в эти. В бухту самоцветов. У меня и так этих камней хоть одним местом жуй. Этих самоцветов. Их надо усиливать, укреплять, а как? Пока тоже, ребят, не знаю. Как это вообще можно сделать? Лучшие мне пока не добыть. Синие там, например, фиолетовые я вообще молчу. Только зеленочки. Зеленочки, да, это мое. Так, ну, смотрим. Да, по-моему, тут уже, ребят, все ясно. Тут никого мне уже не забомбить. Две, 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 две. Все, ребят, приплыли, называется. Даже, даже не буду никуда идти. Так, что у нас тут, ребята пишут. Ребята у нас тут пишут, пишут, пишут. Улан Уде. Улан Уде. Пишешь, дирижабль, е-мое. Дирижабль, е-мое. Ах, ты тролль, я, да. Hello. Ты пишешь, дирижабль, е-мое, я проверяю. Сейчас вечер, на-на-на-на. 22 часа, что, дофига вы у вас там. Так, ребят, да, кстати, я собирался, но я не знаю, стоит ли сейчас запускать КВ. Думаю, что, наверное, стоит. Вряд ли уже, наверное, кто-то фармит. А если кто и фармит, хрен его знает. Но я обещал КВ открыть, ребят, под вечернюю, поэтому приступаем. Поехали. КВ запущен. Наслаждайтесь. Так, ну, а я, наверное, ребятушки, пойду на боковую. Что-то я так утомился, расстроился. Отдохну, как говорится, маленечко. А мы с вами обязательно увидимся в следующей серии, в следующих играх. Так что, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков. Субтитры сделал DimaTorzok